Приветствую вас. Ну, конечно, мало информации вы дали, то есть просто на специальность, что вот нравится парень, но у него есть девочка, ни вопроса, ничего вы не задаете, просто вот факт, что есть парень, он вам нравится, но у него есть девочка. То есть девочка здесь как препятствие, да, девочка здесь как преграда для того, чтобы парень был с вами, например. Здесь, конечно, великое множество нюансов, которые нужно прояснять с вами, в том числе и основной. Почему вы заостряете внимание на парня, который задан. То есть у него есть девочка, и значит он к этой девочке что-то чувствует, и если он к этой девочке что-то чувствует, значит, ну, значит, он не сможет этого чувствовать к вам. Другое дело, если у него с девочкой есть проблемы, то вы можете понять какие-то проблемы и постараться показать, что с вами, например, этих проблем не будет. Да, и тогда парень увидит, что с вами лучше, и он будет как бы с вами, да, будет встречаться именно вот с вами, уйдет от нее к вам, от девушки придет к вам. Но, 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 во-первых, здесь что нужно сказать правду. Дело в том, что дальше, если будет такая ситуация, что парень действительно уйдет к вам, ну, от девушки, если она идет к вам, то он все равно будет воспринимать вас как средство. То есть вы для парня своего будете, ну, в любом случае, вы будете для него средством, к сожалению. Потому что он ушел от вас, ой, от нее ушел к вам. И если он уходит от девушки к вам, то проблема здесь такая, что он не завершил одни отношения и начинает другие. То есть для вас это всегда будет означать, что вот вы выступаете для него как бы, как бы, средством для такого вот, ну, средством для купирования того, что он не получал, например, от своей девочки. И пока вы выполняете эту роль, роль средства, ну, все хорошо. Если вы перестанете выполнять эту роль, то он может от вас уйти просто потому, что вот вы для него изначально были средством. То есть я хочу, чтобы вы понимали это, то даже если, даже если она от вас уйдет, то будет вот такая проблема. И эта проблема, она, ну, довольно серьезная, ее нельзя игнорировать. То есть если вы хотите быть с этим парнем, ну, многое, если вы хотите с ним, как бы, быть в отношениях, если вам он, вас нужен, если вы цените его действительно, если рассматриваете с ним возможность серьезных отношений, то лучше будет, если все-таки вы будете строить отношения за свободным человеком. Вот. Поэтому не нужно его, допустим, отбивать. Не нужно его, допустим, как-то вот пытаться привлечь сразу на свою сторону, да? Не нужно пытаться как-то вот перетянуть его, это неправильно, перетягиваясь в человека. Вы, если у него есть проблемы какие-то, вы постарайтесь ему на эти проблемы указать. Вы постарайтесь ему показать проблемы. Вы постарайтесь показать, что может быть по-другому. Вы постарайтесь дать ему понять, что все может иначе происходить вообще. Все может вообще-то говоря быть по-другому. Но для этого, для того, чтобы все было по-другому, он, ну, собственно, должен быть там, например, с вами, допустим, да? Вот. Ну, и опять же, момент, момент в том, значит, готов он это делать или нет, допустим. То есть это вот, должен, ну, такой важный момент, момент, да, важный момент, готов он это делать для этого или нет. И он сперва, сперва, должен расстаться с девушкой, чтобы и вы не были на втором месте. Чтобы вы не были, как вы знаете, заменой там или чего-то еще. А он должен расстаться со своей девушкой обязательно, сперва. Чтобы вы не прекращали быть единственной для него. Да? Вот. Вам нужно, чтобы он расстался со своей девушкой. А потом, уже, вот уже после того, как он расстанется со своей девушкой, вы будете с ним. Вы будете, вы как бы можете там проявлять к нему какие-то чувства и вообще с ним начинать встречаться. Вот это будет правильно. Это будет правильно. Вот. И объективно, чтобы ему, вот, больше, сильнее хотелось быть с вами, объективно, нужно сделать так, чтобы он видел, что вот то, что он не получает от девушки своей, есть у вас. Это вот такой аспект. Далее. Для более адекватного поведения, ну, для вашего адекватного поведения, я имею ввиду, нужно, чтобы, нужно, чтобы вы постарались понять. А вам парень-то вообще, собственно, для чего такой вот занятой, который вообще не с вами, да, сюда и так далее. Он вам зачем? Чтобы что? Вот вы хотите как? Вы хотите что-то для себя получить, например, с ним? Или вам хотелось бы, допустим, его, для него что-то сделать? Ну, тоже вот такой довольно важный момент, и мне представляется этот момент весьма-весьма, весьма определяющим, как бы. Потому что, видите ли, как получается, если вы хотите, если вы хотите для себя что-то сделать, то парень, получается, для вас выступает как средство. И вы вполне, вполне возможно, будете от него зависеть и дальше, что не является чем-то хорошим, что не является чем-то правильным. Опять же, для вас и для отношений. Для здоровых отношений, я имею ввиду. Если вы хотите что-то делать для него, то делайте для него что-то. Не стесняйтесь, этого делайте, но не бойтесь, то есть, не бойтесь что-то делать, но не переходите границы определенные. Артет, вот у него девушка, соответственно, старайтесь что-то для него делать, если вы сможете сделать. Но давайте ему понять, что большего, например, он может получить только в том случае, если там, грубо говоря, станет к вам ближе. Или хотя бы там уйдет от этой самой девушки своей. Или если вы видите, что он действительно ее любит, и у них все хорошо, то, опять же, необходимо здесь вести себя как взрослый человек. И принять этот факт, что парень, который вам нравится, он занят, и как бы не ваш человек, а вы обязательно встретите своего мужчину, который будет вашим, и который будет с вами. И все. Здесь вот такой тоже момент, чтобы вы, действуя, чтобы вы действуете, были готовы к тому, что парень будет не ваш, все равно, по итогу. И чтобы вы были готовы к тому, что все-таки все ваши действия будут там, ну, бесплодны. И если вы не готовы к этому, например, если вы, ну, если вы чувствуете, что не готовы принять такое развитие событий, да, то есть если вкладываться, то, например, чтобы обязательно получать какой-то результат, то тогда лучше, конечно, делать ничего не стоит, и лучше все-таки немножко подождать, или посмотреть на других мужчин, или вообще с другими встречаться для того, чтобы, ну, брать время на того, кто, скажем, уже задан. Вот это, это заведомо такая вот прогрессная позиция всегда, практически. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаю, что, возможно, это недостаточно, ну, это недостаточно, этого недостаточно. Я понимаю, что, возможно, вам бы хотелось большего, но, к сожалению, вы не задали свой вопрос, не обозначили запрос, и, соответственно, раз нет запроса, то и, как бы, работать в данном случае, к сожалению, довольно сложно. А по поводу подобных, ну, по поводу вашей ситуации, можно сказать, еще много вопросов в том, насколько это вообще актуально для вас. Если у вас остались вопросы, или возникли какие-то неточности по моему ответу, то пишите мне в личку, буду рад вам помочь и ответить на все вопросы, которые у вас есть или остались. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.